Здравствуйте, в эфире рубрика МФСТ. Я Виктор Самусенко и мы рассказываем о самых комментируемых событиях в интернете. Итак, приступим. Одной из самых популярных тем в блогах стали компьютеры и мобильники. Они автоматически погрузили часть страны в зимнее время, подарив кому-то лишний час сна, ну а кому-то серьезные проблемы. Напомню, этим летом президент России Дмитрий Медведев отменил перевод часов в стране на зимнее время. Однако компании и производители, видимо, эту новость пропустили или не учли. И доверяющие своим будильникам, телефонным, простите, будильникам россияне опоздали на работу и по делам. Многие шутят о том, что президент телефоном не указ, хотя указ-то как раз был опубликован заранее, а заговорили об этом впервые еще в феврале этого года. И мы не связались на эту тему с нашим IT-специалистом Максимом Багаевым, вот что он думает на этот счет. По многим вещам стоит относиться проще, легче и так далее. Причем, ну, насколько я понимаю, да, то есть, ну, если бы железная дорога, например, работать, ну, стало бы по старому времени, или, допустим, там, самолеты бы улетели бы, да, люди бы, ну, тут вопросов нет. Тут, как бы, конечно, пошла бы волна там протестная атака, ерунда. Что ж, спасибо Максиму, но мы идем далее. В Америке придумали новое экстремальное развлечение, там людьми стреляют из рогатки. Конечно, человек остается в рогатке, ибо привязан. И любопытно, как скоро до России дойдет такое экстремальное развлечение, ведь мы тоже любим всякое такое этакое. И еще одна новость, в принципе, известная уже всем. В Красноярск пришла, таки, зима к неудовольствию тех людей, которые не ждали первого снега. Ну, а в основном же люди, конечно, рады поиграть в снежки, пощупать тот самый долгожданный первый снег. Ну, а фотографы, тем временем, так сказать, ковыряются в своих архивах и выискивают фотографии уже такой настоящей устоявшейся зимы. И фотографии узоров на стеклах. Вот маленькая подборочка. Лицезреть эту красоту мы сможем сами уже, наверное, не более, чем через месяц. Ну, а мне остается забавить, что к этой минуте у нас все. Звоните мне или пишите нам с помощью социальных сетей. Напомним, мы есть ВКонтакте, на Фейсбук, Твиттер, Одноклассниках. Также для вас работает сайт Афонтова.ру. Берегите себя.